ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы снимаем все, что происходит вокруг нас. Надеюсь, что-то ценное. Если, конечно, в этом нам не мешает Юрий Новиков. А я ведь уже начинаю мешать. Ну что, пока тихо, успею объявить правила открытой пультовой. У вас тут все строго. Правила открытой пультовой очень простые, короткие. Первое, задавать как можно больше вопросов. Абсолютно любых. Можно обсуждать политику, баб, бухло, спорт. Спорт? Нет, спорт мы ненавидим. Лучше бухло. Да, лучше бухло. Второе правило. Не снимать группу, когда она окажется на саундчеке на сцене. Все остальное время можно и нужно снимать что угодно и сколько угодно. И третье правило. Просто получать удовольствие от концерта и общения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По сути, каждый концерт я занимаюсь только тем, что исправляю позиции. Вношу накопленные правки. Над многим мы поработали. Посмотрим, что на сегодня у нас будет. Может, нам интересно. Так. Надо сделать макро на песне. Хорошее задание, кстати. Виски надо выключить таймкод на последний кью. В песню «Домой» в пятый кью. Бегучка на напольных пиксельных палках останавливается с фейдом. За это немножко грязновато. Поэтому я записал, что надо с фейдом ноль это сделать. В компромиссе восьмая кью слишком ярко. На улицах. На прошлом концерте я не помню, по какой причине совершенно случайно убрал стенку из вошей. И это оказалось очень круто. Скорее всего, просто надо... А, вот. Соло-вош. Это означает, что воши добавить только на соло. Это уже где-то ближе к середине. Вот. Остальное все исправлено. Ну что, здесь у нас все хорошо. Здесь у нас все исправлено. И здесь у нас тоже все исправлено. Ну что, прекрасно. Поэтому предлагаю приступить к исполнению своих должностных. Баджикование. Начинается с баджикования? Давай, баджикование. Давай. Да, но это только фермачи так делают. Я нет. Да, снимай, быстрее. Стой. Итак, первое, что я делаю, когда включаю пульт, я запускаю дым. Очень просто. Потому что дым это холст, на котором мы пишем свои световые картины. Если мы не надымим, то мы не увидим лучей. Дым у меня управляется тремя кьюхами. Одна кью – это хейзеры. Два хейзера, которые стоят перед сцены, на краю. Они создают грунт. Я называю это грунтовка. Грунтовка. Грунтовка дымовая. Две дыммашины управляются, каждая своя, вот таким кью-листом, в которых подача дыма происходит через заданный интервал с заданной продолжительностью. То есть сейчас вот настроено, что каждые 6 секунд она пыхает на протяжении 0-15 секунд. И в зависимости от вентиляции, кондиционирования, помещения, зала, да, я эти значения могу подкручивать. Вот сейчас 6 секунд, но эти сделаем 12. Давайте сделать 120 секунд. Не надо. Мне нравится дым машины, потому что, в отличие от хейзеров, они не создают вот такой молочной пелены, белесой. Можно увидеть. Да, вот то, что они как раз создали здесь в качестве грунта. В зале это не страшно, потому что здесь наша задача только удлинить визуально лучи, чтобы они не прерывались у края сцены. А вот на самой сцене мне нравится, чтобы у дыма, у этого атмосферного эффекта, который создают дым машины, было движение, да. Я как бы пока не придумал никакого слова. Лучше, чем назвать это текстуры. Вот это текстура, которая движется, которую можно активировать в визуализаторах. Да, да. Как бы движение дыма от ветра. Клубы такие, пшшшш, я, конечно же, не запускаю. Там кубометры этих облаков по сцене не двигаются. А из-за того, что они вот так подпыхивают, как хейзеры, раздуваются вентиляторами, создается нужный мне эффект. Плюс у нас на сцене большая площадь экрана и при сильном задымлении, а я люблю, чтобы живые позавидовали мертвым, как бы это сильно бы очень разбеливало. Но, к счастью, мне повезло с артистами, и они совершенно не против этого, и даже за. Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Второе, что я делаю, это перезагружу все приборы. Потому что я не знаю, что с ними происходило до того момента, как я оказался на площадке. Их могли техники задевать ногами, срывать положение. Хороший, кстати, совет, отличный совет. Сделать макро на... На ресет. На ресет записываем. Вот за что я люблю нашу открытую пультовую. Что? Она двухсторонняя. Да, но это совершенно не страшно, что их там болтает. Мне вас надо встать. Да, потому что прибором я не мотаю, а тем более не мотаю стенкой из вашей. И, возможно, предвосхищаю вопрос, а не парит ли меня то, что экран закрывает большую часть приборов сзади. В какое-то время поднимается? Да, он двигается в пространстве, он обнажает их и закрывает. Но даже если он не двигался бы вообще, мне бы это тоже не парило. Потому что замысел и задача у этой стенки из вашей просто углубить визуальную сцену, чтобы экран этот не был плоским задником, который стоит за спинами музыкантов. А создать воздух, воздушности. Да, воздушности. И поэтому даже любое количество приборов, которые бы отражались от задней стенки экрана, они создавали бы нужный мне эффект. Как в телевизорах этих, знаете, с задней подсветкой Ambient Light. Да, Ambilight, да. То есть эти ваши, это по сути Ambilight, которые порой делают чуть больше, чем Ambilight. Ну, пульсируют в темп песен, меняют цвет, иногда меняют положение. Там на них три положения, и поэтому они не мотаются. И никакой инерции нет. Но зато функционально эта конструкция очень универсальная. Она быстро собирается, быстро разбирается, никаких ферм. Сделать ее можно, просто посетив Леруа Мерлен. Как вы думаете, как мы добились черного цвета на тросах? Что-то краска. Близко. Маркер. Близко. Изолента. Да! О, это целебный, животворящий черный рок-скотч и изолента. Ну что, мы перезапустили приборы и проверим, горят ли на них лампы. Здесь горят и на бимах. Ать, все горит прекрасно. Теперь открываю новую рубрику. Она называется «Манифест на открытой пультовой». Итак, мой манифест. Все те прокатчики, кто будет на приборах инвертировать с панораму и тилт, я буду... Черенком от лопаты. А теперь давайте чуть подробнее. Значит, первое правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не трогать на приборах настройки инверсии панорамы и наклона. Вторая часть этого манифеста, когда вы готовите поляну, пожалуйста, перезагружайте и сбрасывайте все настройки приборов в дефолт. Просто возьмите за правило. Вот достаем башку, вешаем ее и сразу сбрасываем все в дефолт. Чтобы не было сразу никаких инверсий, ни настроек кривых диммера там. А то, знаете, включаем ваши, а одни ваши затухают с такой скоростью, другие в ноль. Настройки цвета, да черти что, вылезает просто. Моды разные стоят. Итого, два правила. Никогда не трогать... Никогда не трогать инверсию на приборах. И второе, всегда сбрасывайте приборы в дефолтное значение. Ха, красиво сказал. Юр, скажи еще раз, я подложу этот звук потом. Ва. Это как сургутная печать у нас будет. Романтическая музыка играет. Хорошо. Пошел. Ты инер, что ли? Слушай, а я как человек, который борется за чистоту терминологии и правильности произношения. Можно выступлю еще раз? Давай. Почему все говорят инэйр? Это не передача чего-то по эйру, по воздуху. Ир. Ир. Давай просто сократим беда. Ин-ир. Будет говорить ин-ир система. Нельзя ин-ир? Ин-ир. Попробуй. Немногие поймут этого. Ин-ир? Ин-ир. Ин-ир система. Ин-ир система. Что я сейчас должен открыть? Ким Чен Ир система. Ким Чен Ир система, смотри. Вот и мнемоническое правило, да? Ким Чен Ир система. Да. Наши оппоненты могут сказать, что язык сломаешь, да? Но... Отнюдь нет. Во. Ква. Ква. Ну, я правлю так позиции, в принципе, для себя. Что с ума вы не обламывало. А так, конечно, людям пофигу. Вообще, людям пофигу на все. Давайте, раз и навсегда, это зафиксируем. И с этим будем дальше жить. Что людям нету ничего прекраснее, чем, допустим, вот это. Да, чем вот это. Вот это самое лучшее, что может получить зритель. Да. Вот так вот. Им плевать, какие у вас ровные позиции, неровные. Им плевать вообще на данную позицию. Вот. Я опять пришел. Блин, ну ты же уходил. И вот я здесь. Я опять пришел. Что тебе от нас надо? Один-один. В рамках открытой пультовой проводится концерт, этот, концерт B2. Да? Вот, позиции. Ну, для себя. Би-мами в глаза лучше вообще не улыбить. А если уж использовать этот прием. Да? Равно концертная история, в отличие от театральной, это же на 100% контровая история. Все, что мы делаем, это мы делаем за спинами музыкантов. Влиться зрителям. Используем споты. Ну, как приборы, которые не так уничтожаются живое. Минимум позиций. Потому что даже из двух позиций, пиля их на группы, можно наколотить неограниченное количество новых. И чем больше, соответственно, будет базовых этих позиций, тем и комбинаций можно больше сделать. Опять-таки, возвращаемся к... Как его... Как его назвать, этот закон? Закон подлости номер один. То, что всем побегу, всем плевать. Поэтому, всем плевать, сколько у вас позиций. Одна или 70. Для зрителя никакой ценности позиции не представляют. Тогда вы спросите, а что же тогда представляет для зрителя ценность? Для зрителя, да. Кроме радуги, запущенной на приборы, ценность представляет музыкальность, которую он неосознанно понимает и оценивает. Есть цитата моего любимого дизайнера Леройа Беннета. Он говорит, что вы можете сколько угодно мигать, мотать приборами, эффекты какие угодно запускать. Но зал запищит от восторга только тот момент, когда на сцене останется один в нужном месте в нужное время. Я считаю, что художественную ценность в световом шоу музыкальном представляет контрастность. Ну и, разумеется, самый главный световой прибор, эффектный какой? Темнота. А вот в нужное время выключить, остановить, и вот, что делает вкусным световую картину музыкальную. То, что делает вкусными на аранжировке, ритмические приемы, стоп-таймы, брейки, синкопы, смены гармонии. Вот то же самое делаем, по сути, мы, только визуализируем это. Надо просто слушать музыкальную композицию и постараться ее визуализировать. Если у музыкантов стоп-тайм, значит, и нам надо что-то сделать. Не обязательно с достоверной, как бы, ощупительностью повторять. Там, если, типа, вдруг пропало что-то, то у нас пропало. Можно играть на эклектике. Пропало, а у нас наоборот добавилось, к примеру. И наоборот. Что по поводу работы? Где? Бит. В бит. Ну, песни, которые по тайм-коду запускаются, соответственно, привязаны к клику. Они так все в темпе песни, по умолчанию. А те, которые руками у меня запускаются, они либо примерно в том темпе, где это не принципиально, а где-то принципиально, вот в текущем сет-листе, это в одной песне, в песне «Компромисс». У меня там есть теплка, вот она. То есть я прям затепываю темп ровно. И все эффекты в танк-кьюлисте, соответственно, запускаются в нужном темпе. Но здесь нужно сказать еще одну штуку, что никаких законов, разумеется, нет. Все, что я говорю, это только части моей вселенной. Вселенной то, как я это вижу. И как это подходит мне и моей группе. И в то же время в поддержку этого подтверждения множество я нахожу с иностранных коллег, с кем удается общаться и просто смотреть концерты. То есть многие, многие программируют, имеют такой же подход к созданию шоу. Надоели, пи-мою ужасно, но... А что «но»? Кстати, похвастаться могу. Имлайт купил диодные споты клейпаки 900-е. Вот, да. Вот скоро, надеюсь, оторвусь по полной. Как называется, говоришь, Соник? Ким Чин Ир. Ким Чин Ир. Трайда, молодец. Вот, чем еще бимы плохи, кроме того, что это... То, что приходится особенно тщательно подходить к исправлению позиций. Раз, два, три, раз. Свои нервы беречь. Опять-таки, для нас только. Мы же не для них это делаем. Не плевать. Еще я про это говорил, но все, что я делаю, я делаю для себя. И для виртуальных вас, которые воображаемые на каких-то концертах стоят за спиной, осуждающие, оценивают все, что я делаю. Поэтому я зарекся делать хуйню. А то вдруг кто-то из коллег увидит. И будет стыдно. Мы на прошлой пультовой засекали, сколько времени я трачу на исправление позиций. Ну, вот с болтовнёй 30 минут было. Так, похоже, мы почти что все, кроме вот виртуальных пушек. Вот мне парни замеряют удаленность от какой-то нулевой точки и высоту. И эти значения вбиваю в Stage U, или в визуализаторе это можно делать. И как бы включаю, когда XYZ позиционирование. И вот по этой метке споты фронтальной, контровой светят в метку артиста. Мы перемещаем метки. И куда бы ни пошла метка, за ним будут следить как минимум два спота. Кстати, на прошлой встрече был вопрос, что у меня тут на ручных кнопках. Давайте сразу заодно сниму и покажу. Старобы во флэше на фейдере. Два фейдера на крио-эффекты. Не потому, что им фейдеры нужны, а просто кнопок не хватило. Блайндеры на фейдере. Крио-эффект. Типа чезик такой на все стволы. Это мастер пиксельных палок. Просто вчера была ДКшка. И там ярковато было. Поэтому я их прижимал. Это такой плавающий фейдер. Здесь не всегда они. Это мастер фронтального спота. На басиста, потому что он играет с голыми руками. И поэтому при одинаковой интенсивности кажется, что он полыхает гораздо ярче, чем остальные. Поэтому я иногда его поджимаю, чтобы он ярче артистов не был. Это мастер на ваше сзади. Это переключалка типа для ченджовера. Так как просто красненьким на всякий случай. Если они, чтобы в темноте там потерялись. Это контровой мастер шуры. Фронт шуры. Это контровой лёвы. И два фронтальных спота на лёву. А это мастер на все контровые споты. Тоже я хоть частенько поджимаю. Типа когда в цвете 100, а когда в белом, то делаю там 50 или 40%. Кнопки тоже самое флэш без тайма на релиз. А своп все тушится кроме страбов. Рандомный эффект на страбы. Не используя встроенное рандомное страбирование. Просто это обычный флэш, который через эффекты бегает. Так он рваненький получается просто более. Потому что можно регулировать длину горения страба. Блайндеры с плавненьким тушением. Это кнопка-останавливатель экрана. На всякий случай. Эффект на диммер, на бимы, на воши. Их опустил. На воши. На нижней палке, на все палки. Это разбеливатель. Кью, которая всю сцену типа разбеливает. Ну белым делает. С релизом плавненьким. Это тоже самое останавливает все эффекты по диммеру. Такой останавливатель на воши, на палки и на страбы. Но это пыш-пыш. Что-то не работает. Пыш-пыш, дым. Сто процентов сразу. Где этот копус? Вот он. Он ставит туда камеру. Мы поставим компьютер. Камера будет снимать сцену сверху. И мы будем видеть тени в пятнах. Обычно в виртуальной пушкаре сидят с каждым своим ноутбуком. Кто вводит геймпадами, геймпадами. Кто трекболом, трекболом. И еще отдельный монитор у нас для этой камеры. Дорогие друзья, 5 июня. Город Белгород. Открытая пунктовая повышенной ценности. С нами сегодня трое моих коллег. Один коллега, кстати, приехал аж из города Орел. Это правда? Да. Как дорого? Да нормально. 4 часа, два недели незаметно. Так, приходим к следующей страничке нашего альманаха. Есть следующий, не познакомился. Да, где мы, каждый представляемся, рассказываем зрителям и другим гостям нашей пультовой, чем вы занимаетесь, где, на чем работаете и о чем мечтаете. Прошу, пожалуйста, каждый. Да. Я из города Орел, зовут Александр, работаю в концертном зале «Грин». И немного на самлайте, в основном на хоге. И приходится именно как световик работать на цирке. Все световые таркетуры прописывать. Ну, а по большей части, это монтаж, демонтаж, подготовка площадок концертов. Мечта есть, там, в барле пару годов таких, урокового направления, быть у них светильником, потому что на данный момент, когда я слушаю музыку, там, в куэринге, уже представляю себе, как бы я там, какие-то многоходовочки световые использую. Зовут Сергей, город Белгород, работаю в небольшой прокатной организации, названием таким «Прожектор», потому что занимаемся исключительно светом. Вот, работаем на «Клэрэти», на «Грандмах». Вот, какие пожелания, чтобы в нашем городе все-таки свету относились посерьезнее. Вот, хотим этого достичь, будем расти, как прокатная организация, соответственно. Вот, побольше оборудования, собственно, так. Сегодня очень понравилось, спасибо. Спасибо, что зашли на нашу встречу. Здорово. «Клэрэти», опять «Клэрэти». И у тебя Саш тоже, да, «Клэрэти» в городе? Там есть, там где-то пылица стоит. Ну, звоните Клаусу, пускай он там отдыхает. Ну, звоните Клаусу, пускай рассказывают, как им пользовался. Он говорит, это не моя проблема. Да? Зовут Алексей, работаю там же, в «Прожекторе», «Клэрэти», «Бабушка». Мечта, наверное, «Мак 3-й». Полноценный, хороший путь. Все. Я тоже в него пока не верю. Как Деда Мороза. Почему? Задумно. Говорят, он существует. Я так и не видел. Я даже очень не верю. Да. Спасибо еще раз, что заглянул на нашу встречу. Вроде неплохо провели время. И, кстати, полезно в том числе даже и для меня. Потому что, не помню, кто сегодня дал ценнейший совет. Так, ну, переходим к нашей небольшой, скромной, но яркой рубрике. Халява? Халява! Да. Пойди еще раз. Халява! О, другое дело. Вот это. Погнали. Во-первых, спонсор, впрочем, как и всегда, наших встреч, нашей программы – компания «Харман». Это большой холдинг, в который входит множество звуковых брендов. И один световой. Этот бренд – датская компания «Мартин». Второй наш друг и спонсор – московская компания «Яровид». «Яровид» занимается поставками и дистрибуцией всех этих брендов в Россию и страны СНГ. Так, ну, раздачу халявы я хочу начать с того, что, напомню, у нас откололась важная группа виртуальных пушкарей. Поэтому сегодня были вызваны двое добровольцев. Александр и его спутница. Соня, у тебя появился конкурент, кстати, смотри, оператор. Представься, пожалуйста, для наших Юля. Супруга Александра. Юля, супруга Александра, смотри. Световика – это тоже профессия, потому что, когда мы собираемся с друзьями в домашней посиделке, мы включим концерт, ну, и там, «Рамштайн», «Милен Фармер», даже «Би-2», и сидим, смотрим, как там реализованы, какие идеи. И есть с нами не скучно, она понимает, о чем идет речь. Ого. Соня, жена световика – горе семья. Так вот, Юля сегодня виртуально пушкарила кого? Шуру. Саш? Поэтому я хочу это семейство в лице Юли вознаградить беспроводной колонкой JBL. Спасибо, Юль, большое тебе за помощь. Спасибо. У нас есть еще один подарок. Мы его разыграем в нашем традиционном формате конкурса. Каждый раз мы придумываем всякую дурь и извращение. Сегодняшний день, в принципе, не исключение, но он будет чуть-чуть более интеллектуальный, чем наши последние розыгрыши. Я попрошу участников угадать, сколько килограммов вот этого конфетти у нас выдувается за концерт. Кто первый угадает или будет наиболее близок к правде, тот получит ваш подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считаю, что 2 килограмма. Так, я один называл, я останусь здесь. Победил Алексей, потому что мы за концерт выдуваем 6 килограммов конфетти. У нас две точки перед сценой. Вот огромная тяра струбы. Они, кстати, уже принимали участие в съемках наших блокбастеров. Да, выстрел. Да, вы никуда. И мы взяли за правило еще ставить две точки либо в зал, либо с трибун выдувать. Сегодня вот две точки стояли на трибунах. Вон даже остались. Я вручаю Алексею тоже вот такой наш подарок от компании «Харман». Спасибо. Спасибо, что зашел к нам на встречу. Ну, теперь пойдем фотографироваться. Окей. В общем, отлично провели время. Спасибо Давиду за такой формат открытый, пультовой. Мы с Лизей Сергеевной с помощью наших мобильных телефонов. Давид нас подключил к своему пульту. И мы выбирали группы приборов с потов и управляли ими. Прямо с телефона. Пантилт. Все эти движения приборов осуществлялись с нами во время концерта на артистов. Это было вообще довольно здорово и забавно. Я думаю, что мне нужно перенимать вот этот опыт и к пульту, на котором я работал, подключать планшет, например. И чтобы я с любой точки зала мог с планшета переключать просто кьюхи. И, например, так в цирке пришел, сел в первый ряд, смотришь номер, смотришь представление и сразу же работаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!